Побывать лично подсадном хозяйстве и не подоить козу – это большое упущение. Вот у меня есть фортуна, сейчас я пойду её доить, ну, по крайней мере, попробую, посмотрим, что из этого выйдет. Пойдём, фортуна, пойдём, 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 пойдём. Оп, оп, ты моя заяка, залазь, залазь, давай, давай. Ай, ты красавица. Вопрос программы. Сколько молока надоет автор и ведущая программы «Край аграрный» Александра Дьяконова «С одной козы». Первые петухи пропели, я не думала идти, да, ой, ой, лёли, да, я не думала идти, да, я. Здравствуйте, с вами «Край аграрный» и Александра Дьяконова сегодня в программе. Где находится картофельный поиск Кубани и в каких регионах страны едят нашу картошку? Каждый день 34 фуры отправляю. Пестициды уходят в прошлое. Краснодарские учёные создали биопрепарат для растений. Видит глаз, да зуб не имёт. Эта экран не попадает на бутерброд. Не фрукты, а розетка. Как зарядить мобильный телефон с помощью апельсина и яблока? На полях нашего края аграрного горячо, но передышка не за горами. Кубань завершает уборку озимых зерновых. Конечно, аграриям оказывают поддержку, ведь один в поле не воин. По данным Министерства сельского хозяйства региона, из краевого бюджета было выделено почти 6,5 миллиардов рублей. И по-прежнему на руку нам играют санкции. Но не только. Вот что рассказал в интервью нашей программе ректор Кубанского аграрного университета Александр Трубилин. Та сложившаяся ситуация, с одной стороны негативная для Российской Федерации, с другой стороны оказалась позитивной для нашего сельхозтоваропроизводителя, она большую роль сыграла для того, чтобы мы сегодня могли сделать небольшую, условно говоря, какую-то передышку, собраться силами. И в более спокойной обстановке, которая сегодня была, вот именно связана с какой-то, может, чуть снижением конкуренции, позволила нам немножко перевести дух и сделать некоторые движения, которые позволили нам серьезно сделать рывки в сельскохозяйственном производстве. Нам нужно искать новые формы. Но мы видим, что какие-то отрасли поднимаются, какие-то отрасли требуют дополнительных вливаний, вложений, стимулирования нашего производителя к росту производства продукции. У нас остается проблема с обеспечением себя молоком, проблема остается с производством мяса говядины, да и мясо свинины, хоть и имеет тенденции к движению вперед, тем не менее, еще пока мы далеки от тех норм потребления, далеки от тех норм производства, которые для себя мы ставили, даже, условно говоря, в последний период, там, постсоветского периода времени. Не является ли поддержкой нашего сельхозпроизводителя обеспечением его отечественными семенами? Это, наверное, пожалуй, сегодня одна из самых главных потенциальных наших задач, которые мы еще только начинаем реализовать. Мы и в крае сегодня, значит, утвердили программу, программа есть, но и пока еще далеки от ее стадии реальной реализации. Это та часть государственной поддержки и та часть стимулирования государством нашего товаропроизводителя, которая такой имеет, как сейчас модно говорить, мультипликативный эффект. Она тем более будет эффект иметь не на один год. Вот действительно, это те части, те отрасли развития сельскохозяйственного производства, семеноводство в целом, научных исследований, это та составляющая, которая тоже крайне необходима нашему товаропроизводителю. И через науку, через стимулирование науки, через помощь к науке помогать нашему производству. Средства, выделенные краем, пошли на нужды крестьянско-фермерских хозяйств. Сейчас у нас работают более 14 тысяч фермеров и 90 тысяч личных подсобных хозяйств. На их долю приходится 80% всего производимого в крае картофеля. Сбор ранних сортов на Кубани сейчас в самом разгаре. У фермеров есть всего несколько недель, чтобы порадовать родной край и всю Россию молодыми клубнями. Считается, что картофель не наш конек. Однако факт. С полей Кубани его везут в другие регионы России. Давайте оценим темпы уборки. Вот такой кубанский картофель весь ровный, без шишек. При чистке не надо срезать глазки, нахваливает свой урожай фермер из Калининского района Александр Зинченко. Мало того, что овощи качественные, так еще и урожай снимают дважды в год. На 11 гектарах фермер высаживает корнеплоды только первой репродукции. В поле обустроил капельное орошение. Отсюда и фантастический результат. Один работник способен собрать за день 2,5 тонны картофеля. Выращиваем два сорта, которые здесь прижились. Это Red Scarlet и Colombo. Средняя урожайность по району у нас сейчас 20-25 тонн. У нас 40-45 тонн уже. Чтобы урожай был, во время весенних заморозков корнеплоды приходилось согревать. Для этого, говорит Александр Зинченко, их поливали теплой водой. Из-за непогоды в текущем году урожай картофеля в стране будет меньше, чем в прошлом. По крайней мере, так спрогнозировали в Минсельхозе страны. Ждать ли снижения показателей в крае станет ясно после окончания уборки. А вкус кубанской картошечки уже оценивают жители других регионов страны. Джейхун Алиев, специалист по доставке, то есть логист, рассказывает, свежий урожай сразу же отправляется в путь до самых до окраин. По всей России. От Самара, Уфа, Орск, Оренбург, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, по Магадану, до Якутии, до Владивостока отправляем. Она у нас в данное время, старый урожай закончился по всей России. Свежий урожай очень ожидаемый. Она очень как в сюрпризе. Свежая картошка, требовательная. Мы всегда здесь находимся. Отправляем каждый день 3-4 фуры отправляем. Картофельным поясом Кубани еще с советских времен считаются Мостовский, Отраднинский и Лобинский районы. Там есть пахотные земли на высоте 500-1000 метров над уровнем моря. Вот эта высотная зональность и формирует условия, более-менее пригодные для картофелеводства. Однако фермер Зинченко из Калининского района не унывает. Главное, говорит он, это упорство и знание технологии. С этими помощниками урожай всегда будет. Картофельное поле начинается с одного клубня, а собственный скотный двор с единственной козы. Я хочу рассказать вам историю одной фермерской семьи, правдивую от первого до последнего слова. В одной из благоустроенных московских квартир на втором этаже жила-была коза по кличке Маруся. Спала на коврике под детской кроватью, гуляла по бульварам на поводке и охотно давала хозяевам нет ни лапу, а копыта. А когда у нее прорезались рога, вместе с ними громкий голос, семья Назаровых задумалась о личном подсобном хозяйстве на Кубани. Мечта сбылась, и сегодня у фермеров 20 дойных коз, один осел, лошадь и кормилица альпака. 12 тысяч рублей за килограмм шерсти. Мы побывали в гостях у Назаровых. Как только Назаровы решили, уезжаем на Кубань, жизнь тут же и предложила подходящий повод. Кубанский аграрный университет объявил о вакансии сторожа на биостанции в заказник Камышаново-Поляна между поселком Мизмай и Плата-Лаганаки. Несмотря на места заповедные, жизнь в заказнике первое время была не сахар. Коз задирали медведи, а строиться в особо охраняемой природной зоне запрещает федеральный закон. Это биостанция Кубанского университета. Моя обязанность следить за сохранностью, за целостностью, скажем так, домиков, которые здесь находятся, в которых студенты проходят практику, профессора приезжают. Но постепенно, шаг за шагом, семья наладила быт. Личное подсобное хозяйство прочно стало на ноги. У Назаровых всегда есть козье молоко, сыр, творог, яйца, горный мед и травяные сборы. Абсолютно не жалею. Мы к этому долго шли, не первый год готовились. Мы были и морально, и как бы частично финансово готовы, чтобы переехать. В первую очередь морально, потому что мы сейчас живем в заброшенном хуторе, кроме нас здесь никого нет, не в силу. Выдерживают даже просто погостить нас несколько дней. Нелегкое это призвание жить в горах и вести приусадебное хозяйство вдали от цивилизации, говорит Надежда. На ее плечах огород, кухня и создание домашнего уюта. Старший сын, 9-летний Дима, стал хорошим помощником по хозяйству. Он и стадо домашнее пасет. Их надо выгнать и отправить туда, куда надо, чтобы они паслись, вот как они стоят, пасутся. Да, могут уходить, но все равно они с периметра этой поляны не уходят. Вообще задача сложная такая? Ничего сложного. Вечером Дима запрягает осла и ведет его на биостанцию за кормом для собак. Без торожевой охраны в заказнике никуда. Места здесь дикие. Если уезжают ордители в город, меня оставляют телефон. Если вдруг кто-то приехал, какая-то там чего-то травма, чтобы дать сигнал, что тут такая вот пометель. Есть любимая коза? Ну, правда, не все. У нас есть еще, конечно, подлечины, которые у нас сейчас заборы лазят. Везде все надо эти крючочки пооткрывать, здесь все надо просто засунуть. Ну, в общем, тебе нравится здесь жить? Да. А что мне в городе делать? Там все засоренное, все в криках, все не очень. А тут все спокойно. А теперь о достижениях кубанской науки. Ученые из Краснодара создали новый препарат – альтернативу химическим пестицидам. Краснодарская лаборатория НИИ биологической защиты растений стала финалистом стартап-тура фонда Сколково и победила в федеральном конкурсе акселератора Generations S российской венчурной компании. Благодаря этому лучшие проекты получают путевку в жизнь и большие возможности по привлечению инвесторов. Мне повезло посмотреть на процесс создания биопрепаратов собственными глазами. Это очень интересно. Лаборатория была создана в 2010 году, и с этого момента лучшие умы НИИ стали работать над разработкой препарата. Миссия кандидата биологических наук Анжелы Асатуровой и ее команды – защищать растения безопасным для окружающей среды оружием. Ученые исследуют новые штаммы бактерий и выводят на их основе препараты – щиты для зерновых, плодовых, овощных культур. Главные враги – насекомые и патогенная флора. Принцип работы, например, наших новых биофунгуцидов состоит в том, что в основе лежит живая бактерия, которая синтезирует определенные соединения. И на вредоносный объект, в данном случае болезнь, воздействует не только живая клетка, но и то, что она синтезирует. То, что она производит. То, что она производит. Вот, например, на этой видеосъемке, которая, кстати, проходит в режиме реального времени, можно увидеть, как гифа патогена – это как раз-таки возбудитель фузариозной корневой гнили под воздействием бактерий, а именно синтеза ферментов, антибиотиков, происходит разрушение клеточной стенки, полная инактивация и гибель болезни. Биологическая защита, она никогда не действует мгновенно, она никогда не действует жёстко. И это хорошо, потому что весь смысл биологического контроля, и наше направление относится именно к этой области знаний, состоит в том, что вредоносность любого живого объекта, она снижается, и система, будь то поле, виноградник или яблоневый сад, она как живой объект, как в целом экосистема стабилизируется. В этом месте высеивают культуру, на основе которой и создают инновационные защитные препараты. А вот здесь оценивают их качество. Это не пятна, это колонии полезных бактерий. Их должно быть не меньше 100 миллионов в одной миллилитре вещества. А это биореакторы. Здесь и производят препараты с полупромышленных объёмов. Задача младшего научного сотрудника Александра – создавать условия для роста полезных микроорганизмов. Затем за дело берётся Татьяна Сидорова. Своими приёмами и методами мы пытаемся показать, что препарат активен и что он способен воздействовать на фитопатоген. Для этого мы используем известные методики. Мы видим, что данные препараты, или назвать их как бы лабораторные образцы, способны воздействовать на фитопатоген, задерживают их рост. И надеемся, такой же эффект получить и при обработке растений в поле. Уважаемые телезрители, которые будут смотреть эту программу, просто поймите, для того, чтобы понять весь производственный процесс, вам необходимо 40 лет отработать вне биозащиты. Эффективность препарата в поле оценивает Наталья Томашевич. Что вы увидите в поле, если семена обработаны были вашим препаратом? Соответственно, растения будут более сильные, они будут дружно всходить. И если выкопать растения зерновых или посмотреть на уже обработанные растения в поле, то они, соответственно, будут более здоровыми, не будет каких-то большого количества пятен, не будет проявления корневых гнилей. Как вы планируете защищать свою интеллектуальную собственность? В нашем активе три патента на эти два препарата и два ноу-хау на технологии получения этих самых препаратов. Но этого недостаточно, потому что, безусловно, мы, разрабатывая новый препарат, и, по сути, это новый продукт для сельского хозяйства, мы должны следовать правилам и требованиям, которые приняты в нашей стране. Я имею в виду регистрационные процедуры. И в настоящий момент, в этом году, в 2016 году, мы планируем активно выйти на предрегистрационные испытания и подать наши препараты на регистрацию. Для того, чтобы впоследствии они были включены в список, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Стирлиц-синоптик предсказала Кубани дождливое лето. В Японии мясо, Армении комбайны. Кубань готова делиться качественной продукцией. Сыр в сыре. Кто пробовал по заморскому ракфору, скучать не будет. Буквально час назад это было еще коровье свежее молоко. Какую вы икру предпочитаете? Красную или черную? То, что полезнее или то, что дешевле? А я ту, которую производят в селе Ковалевском, что в Новокубанском районе Кубани. Осетрово-форелевое хозяйство «Слава Екатерины». Название-то какое? Соответствует размаху. Правда, съесть полезный бутерброд с икрой во время визита на предприятие мне не удалось. Из нее вырастили мальков. Отмечу вот что. Осетр, стерлить и совсем редкий на грани вымирания белуга и шип в этом хозяйстве чувствует себя прекрасно. Его руководитель знает много секретов рыбоводства и готов раскрыть их для зрителей программы «Край аграрный». Это в рыбной отрасли дорогого стоит. Секреты хранят за семью печатями. Это хозяйство передовое не только потому, что здесь представлены самые редкие виды отетровых пород, в том числе занесенных в Красную книгу. Хозяйство обладает собственными пастбищами, только выгуливают здесь не животных, а рыбу. Причем то, что в нагуле, это термин такой специальный, означает время, когда рыба набирает вес. Условия для этого нужны, максимально приближенные к естественным. Хороший водомен в прудах или рыбных чеках. И нормально будет в этих прудах. И главное, чтобы не было лягушек или разных рыбок, хищников, которые могут ее поесть. Поэтому мы эти чеки обработали известью, хлоркой, вывели всю нечисть. Поэтому им должно быть хорошо. В самом большом пруду хозяйства, глубиной метров 7, растут взрослые особи – форель и лосось стальноголовый, гибрид омуля. Но главное – это осетровое поголовье. Им глава рыбхоза Олег Пекер гордится особен. Работать на себя предприниматель начал еще в 90-х, когда работал в руководстве крупного рыбодобывающего завода страны. Тогда же и продумал бизнес-проект по разведению ценных пород рыбы. Тема-то близкая, как никак, бывший морской офицер. Море, теряя свои ресурсы, это и побудило заниматься именно осетровыми, чтобы как-то поддерживать этот биологический баланс. В то время могли, у нас законы такие, что заводам невозможно создать рыбные стада. И я думал заняться воспроизводством именно осетровых маточных стад. Как начиналось хозяйство, как и любой другой бизнес, рассказывает Олег Пекер, собрал команду, на помощь призвал интуицию и хитрость. Опытом никто не любитель делиться, все покрыто мраком. И я пошел по другому пути, я начал общаться с аквариумистами, потому что все равно это аквакультура, в принципе, есть свои нюансы, но остальное все опыт. А потом стали помогать и сами питомцы. Да-да, сейчас по повадкам стерляди бизнесмен судит о погоде. Она, конечно, не ученый кот, который предсказывает результаты Кубка Конфедерации, но кое-что в прогнозах смыслят. Если стерлядь ходит по бассейнам, тогда погода будет хорошая. Если стоит, значит, это самое, будет давление, дождь. Стерлядь пообещала нам дождливое лето. И это еще не все, чем может удивить рыбное хозяйство посетителя-дилетанта, вроде меня. Оказывается, осетров, как коров или коз, доят. Доятой называется технологией искусственного нереста. Чтобы дала рыбка потомство, брачную пару разделят. Собранная икра пойдет на увеличение осетрового поголовья. Осетр станет взрослой рыбой только через 10 лет. Наукой доказано, отдельные особи способны дожить до 200 лет. Но такая роскошь осетру недоступна. Путь от инкубатора до кухонного стола в среднем он проходит за пятилетку. Сохранить и реанимировать генофонд редких рыб. Эту задачу сейчас решают работники рыбной отрасли Кубани. Направление перспективное, но остро нуждающееся в поддержке. В нашем крае собрана уникальная генетическая коллекция осетровых. Более 10 тысяч хвостов. Рыбу нужно размножить и заселить в природный водоем. Чтобы не препятствовать активной миграции особей к местам нереста, каждую весну запрещают рыбалку в азовских лиманах. К сожалению, браконьеры по-прежнему находят способы нанести урон ценным ресурсам. О состоянии и перспективах рыбной отрасли региона, а также о государственной программе по ее развитию, мы побеседовали с вице-губернатором края Андреем Коробкой. Я скажу, что Кубань богата водными ресурсами, большое количество степных рек. И вот грех не воспользоваться этим. Наши рыбаки, рыборазводчики, которые сегодня работают на территории края, они почувствовали это. Сегодня вкладываются финансовые средства для того, чтобы улучшить свою материально-техническую базу. И мы видим большое количество уже рыбы, которая произрастает в этих степных реках, уже присутствуют на рынках Кубани, на магазинах. В этом году у нас уже разработана программа по восстановлению биологических ресурсов, водно-биологических ресурсов на территории Кубани, на территории Лиманов. И совместно с Российской Федерацией, с Азово-Черноморским территориальным управлением мы включились в работу для того, чтобы уже через 5 лет хотя бы восстановили те необходимые ресурсы, которые, опять же, нужны для наших перерабатывающих предприятий, на которых трудились много наших земляков. И, конечно же, это экономика. Время краткого обзора новостей сельского хозяйства. Кубань ждет агротуристов и предлагает надежные комбайны. Кто заинтересован в нашей сельхозтехнике, узнаем прямо сейчас. Россия намерена наладить поставки мяса в Японию. Об этом заявили представители российского правительства во время встречи с делегацией страны восходящего солнца. По словам первого вице-премьера Российской Федерации Игоря Шувалова, разрешение на экспорт свежей говядины, свинины и курятины будет дано в ближайшее время. Тем временем Кубань собирается поставлять сельхозтехнику в Армению. Делегация этой страны побывала в начале июля в Краснодарском крае и заявила о готовности закупать качественные комбайны кубанской сборки. Как сообщают в администрации края, в прошлом году внешний торговый оборот Кубани с Арменией увеличился вдвое и достиг почти 68 миллионов долларов. Российское правительство утвердило стратегию развития сельхозмашиностроения до 2030 года, подготовленную Минпромторгом. В документе предложено ужесточить для участников рынка критерии оказания господдержки. В частности, компаниям-производителям придется брать на себя ответственность по объемам производства и экспорта продукции. Также будут постепенно введены требования по локализации производства в России. Сделано это для того, чтобы уже к 2023 году отечественные производители заняли 80% рынка. На Кубани продолжают развивать аграрный туризм. Это популярное во всем мире направление. В крае была создана Ассоциация агротуризма. Задача новой организации – объединить усилия представителей бизнеса и власти и укрепить их совместную работу на благо региона. В планах Ассоциации провести круглый стол по проблемам развития аграрного туризма и разработать маршруты, привлекательные для гостей из других регионов России и зарубежья. В основном они связаны с коневодством, виноделием, рыбалкой и охотой. Сейчас в крае работает более сотни объектов агротуризма. Первое собрание организации состоялось в Новороссийске. А сейчас все за стол. По приглашению шеф-повара одного из ресторанов Краснодара я побывала в Горячем Ключе и выяснила, как готовят кубанский сыр по итальянской технологии. Рецепт сыроделы не скрывают. Берите карандаши и записывайте. 1384-й километр автодороги Москва-Новороссийск, плюс 600 метров. Именно сюда шеф-повар ресторана «Матрешка» Константин Кислицы приглашал нас для того, чтобы мы посмотрели, как готовится кубанский сыр по итальянской технологии. Кажется, я вижу его. Предлагаю с ним поздороваться и, конечно, посмотреть производство. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада встречи. Ну что, идемте. Приглашаю вас. Спасибо. В чем суть технологии? У нас закваски итальянские, сычаги итальянские и технология. С домашнего молока нагреваем до определенной температуры, вводим закваску. После закваски вводим сычужный фермент и получается у нас зерно. Потом зерно сушим и по формам. Мы делаем много сокров, ну, сулгуни, брынзу делаем, качоту делаем, моцареллу, бураты, скаморцы делаем, рикотту делаем, ну, творог, сметану, масло. Мы находимся сейчас в том самом месте, где сыр созревает. Я права. Здесь созданы идеальные условия, плюс 4 градуса. Если будет выше температура, сыр как бы не будет зреть, он будет бродить, он будет расти, не знаю, плесенью покроваться. 4 градуса – это идеальная температура для созревания сыра. Хочу сказать еще об одной особенности. Если вы увидите на сыре вот такую белую плесень, знаете, что она говорит о том, что продукт натуральный, ну, совсем, это соль по факту. Хотя, может быть, в гипермаркете, большой вопрос, может быть, плесень на самом деле не имеет такого благородного происхождения, который имеет этот сыр. Есть ваш любимый сорт? Мой любимый сорт – качота классическая, без всяких добавок. Есть качота с душистым перчиком, с орехом, с паприкой мы делаем. Классическая она такая нежная, сливочный вкус у нее. А есть у вас твердые сорта? Можете рассказать вот о каждом панце? Твердые сорта – это козий сыр у нас. Но он более выдержанный, он считается, как пармезан, считай. Ой, это ведь тот самый Бурата. Самый приятный момент во всей моей съемке – это когда я начинаю пробовать. Спасибо огромное за это удовольствие. Давайте. Так, наконец-то мы вас дождались. Вот оно, наша встреча сбылась. Вот он Бурата, который мы пробовали уже, Александр Матвешко. Доверяю вам, первому. Это буквально сколько ему времени прошло после варки? После варки один час. Час свежее. То есть буквально час назад это было еще коровье свежее молоко. И сегодня, сейчас, через час уже это сыр. Да, вкусно, вкусно. Вот вы сейчас, как эксперт, можете сказать, итальянцы теперь хуже нас варят сыр или лучше? Да, ну я не думаю, что они лучше нас, как бы. Мы тоже это все осваиваем, не хуже. И в завершении передачи по традиции покажем популярный лайфхак с участием фруктов. Программа-то у нас аграрная. Итак, представьте, что вы пропалываете грядки в огороде или гуляете по лесу. С собой у вас есть мобильный телефон с разряженной батарейкой. Как обычно, в самый неподходящий момент несколько монет, апельсин. Культура, которую не возделывают на Кубани. Но от этого она не менее нами любима. И вполне вероятно, что может оказаться у нас при себе и яблоко. Если честно, звучит фантастично, но не в этом дело. А в том, что вам нужно очень срочно позвонить. Развязаем фрукты пополам и вонзаем монеты в половинки яблока и апельсина. Теперь погружаем в сочную мякоть адаптер. Смотрим. Огонек горит, значит фруктовый дозаправщик работает. Присоединяем умирающий мобильник. Индикатор заряда есть. Батарейка оживает. Вот только насколько хватит энергии и даров природы, автор ролика не сообщает. Из чего только не придумает наш товарищ. Дайте я закончила через 35 секунд после начала. Так что додай в локозу уже надежда и двумя руками. Получилось 2 литра, что в переводе на готовый продукт 2 головки сыра. Кстати, кому интересно, суточный надой фортуны порядка 6 литров. Это очень высокий показатель. С вами была Александра Дьяк, ну до встречи на полях Края Братного.